Всем привет! Расскажу вам сегодня про двухдиновую бюджетную авто магнитолу, которая пришла с сайта Banggood. Моему авто она не подойдет, а вот на Lano с друга встанет. Магнитола с разрешением 800 на 408 точек, экран сенсорный, возможно подключение USB носителей или через слот для карты памяти microSD. Также можно подключать устройство через AUX, возможно подключение камеры заднего вида. Ну и куда же без Bluetooth, который также есть в этой модели. Вы можете использовать его в качестве громкой связи. При подключении мобильного телефона принимайте звонки, разговаривая через магнитолу, что кстати очень удобно. Выходная мощность в 45 ватт на 4 канала, что вполне достаточно для качественной озвучки вашего автомобиля. Сенсорный емкостный дисплей порадует яркими цветами и быстрым откликом. Вмонтировать магнитолу вышло за 10 минут. Никаких сложностей с этим нет. Если вам интересно пошагово, как происходил процесс установки, то на канале моего друга Электрика, который и устанавливал магнитолу, уже есть или скоро будет ролик, ссылку на который вы найдете в описании. Я пожалуй не буду затягивать, давайте сразу смотреть на ее возможности, этой магнитолы. Итак, установили мы нашу магнитолу. Установка заняла ее примерно минут 20. Минус один отмечу, что рамки этой нет. Ее можно докупить отдельно, хотя зачем докупать, если она должна быть в комплекте и болтиков нет. Но это, я думаю, минус не такой уж и сильный. Итак, в комплекте у нас идет пульт. Можно запустить как с кнопки эту магнитолу, так и с пульта. С пульта запустили, вот она работает. Первым делом мы заходим в наши настройки, меняем язык. Сразу у нас стоит английский, мы ставим русский. Вот русский язык. Все отлично. Переходим опять же в меню. У нас есть радио, USB, TF, вот TF, вот USB. Колесо, это, как я понимаю, у кого есть на руле, кнопки управления, магнитола и настройки. Связь, ну, привод, конечно, не идеальный, но можно понять связь. Внешне это AUX и Bluetooth. Тут не Android, это не сильно навороченная автомагнитола. Но все-таки она прикольная и хорошо работает. Смотрим радио. Радио у нас работает. Вот мы обратно перешли. Можно настроить время. Это у нас кнопка домой. Bluetooth. Bluetooth, как видим, не нажимается. Нет, нажимается. Bluetooth нажимается. Это у нас, наверное, режимы яркости. Да, ночной режим и дневной режим. Это я уже что-то выключил. И дневной режим. И это. Это у нас, наверное, как я понимаю, управление колонками, наверное. Да, колонки. Тут видно колонки. То есть посередине. Это у нас все колонки работают одинаково. Значит, давайте попробуем кого-то набрать. Только нужно подключиться для начала по Bluetooth к телефону. Вот мы уже подключились через телефон. Вот у нас загорелось. Так, вот идет звук. Я взял трубочку. Раз, раз, раз. Вот сейчас можете слышать. Сейчас можно было слышать, как я взял трубку. И по всей машине меня слышно. Есть, правда, небольшое эхо. Его нужно настраивать. Переходим кнопочкой домой. То есть пульт управления реально очень удобен. И здесь можно набирать номер телефона, куда вы хотите позвонить. Вызов отклонить. Ну и также принять звонок. Также мы переходим через телефон в музыку и включим музыку. То есть по Bluetooth мы присоединились к телефону и включаем сейчас музыку. Вот, мне спошла музыка. Нужно перейти... Когда вы просто в меню, у вас ничего работать не будет музыка. Когда вы переходите в Bluetooth и включаете на телефоне музыку, по Bluetooth она играет, соответственно. Все играет, все работает. Также можно включить музыку по AUX. Это понятно. Вот у нас вход AUX. Вот вход под TF-карточку. Это на громкость, вперед-назад, переключение и выключение-включение. И по USB-карте. Вот мы включили, допустим, карту. И вот играет музыка. Вот у нас играет музыка. Долго слушать я не буду, потому что будет, возможно, забанят. Ну и как-то так. То есть автомагнитола простая, недорогая, хорошая, сенсорная, двухдиновая. На данный момент стоит она в Ланосе. Кстати, если вы хотите увидеть подробно установку данной автомагнитолы, у меня товарищ ее ставил электрик. У него есть свой канал. Видео вы увидите в описании. Переходите в описании. И там будет видео по полной установке данной автомагнитолы. Так, еще у нас можно настроить время, дату, то есть календарь. Все очень просто, легко. Год, месяц, число и время. В 24-х диапазоне или в 12-ти часовом диапазоне. Ну и сохранитель, отмена. Все очень просто. Настройка автомагнитола очень понятная, интуитивная. Ничего, никаких геморроев у вас не будет и не возникнет. С этим все просто. Ну и то, что она сенсорная, это прикольно и интересно. Не скажу, что экран очень, очень хорошего, как бы сказать, идеального качества. Но за свои деньги, как я считаю, экран довольно хорош. Вот мы уже, кстати, разобрались, как смотреть видео. Заходим в USB, то есть в нашу карточку. Вот у нас есть видео в нижней части. Ну вот и допустим, можем посмотреть. Ну вот, например. Ну вот, видео можно смотреть. То есть без проблем. Видео, какие-то кино, без проблем. Кстати, звучание очень хорошее. Раньше стояло одно диновое магнитола, то звучание было немножко похуже. В данной автомагнитоле слышно. Ну, правда, через флешку, через Bluetooth не такое качественное звучание. Через флешечку видно. Звук очень хороший, басистый, насыщенный. То есть прям мы ощутили сразу. В общем, магнитола то, что нужно. Ссылку смотрите в описании. Спасибо вам за просмотры и за лайки. Увидимся.